мы выпустили наш первый альбом и на следующий день он занял первое место в топ-чарте арене шоу-бизнеса очень популярная песня развратные песни про запрещенные вещества для меня как для православного человека у которого на лице пентаграмма но он враг я провожу больше всего времени в тик токе но он мне вообще не нравится люди сами скажут клёвые песни или дерьмо привет всем меня зовут камаз denis камаз сегодня я пою для вас и общаюсь с вами дорогие зрители и слушатели страны fm ну касаемо насколько давно занимаюсь музыкой музыкой занимается достаточно давно если говорить о том что насколько это стало серьезным занятием для меня и когда мы начали в это вкладываться это был 2016 год ну до этого достаточно хороший богатый бэкграунд но об этом даже говорить смысла не в 2016 году мы начали серьезно заниматься вкладывать вот денежки свои денежки в продвижение потому что появилась возможность продвигаться с помощью smm на площадках социальных сетях таких как вк инстаграм и все на youtube в том числе собственно тогда и начали мы двигаться и стали выпускать песенки с синглами потом мы хотели понять свою популярность если она у нас вообще и где мы вообще на какой находимся стадии чтобы понимать слушают нас люди вообще или нет потому что тоже мы ну не знали этого и совершенно случайно я захожу в топ-чарт айтюнса а там наши две песни на десятом и одиннадцатом месте это мы этому так обрадовались и поняли что в принципе мы достаточно популярные ребята вот и это конечно нас очень сильно мотивировало вдохновило вдохновило и мы начали выпускать и работать две тысячи вот сейчас я даже не скажу у меня с датами немножко плохо по 18 не в 2018 году мы выпустили наш первый альбом который называется назывался сна и планету и на следующий день он занял первое место в топ-чарте альбомов это нас еще больше вдохновило и начались какие-то концерты ну как какие то есть мы достаточно хорошо поездили плотно собрали москву на концерт в арбат холле пришло больше двух тысяч человек и все хором пели наши песни это конечно не может не радовать и второй альбом также мы дальше двигались выпускали синглы потому что сейчас такое время что альбомами песни ну альбомами выпускать не очень хорошо потому что нужно прокачивать каждый трек и очень тяжело сфокусировать внимание слушателя на альбоме на одном треке возможно его сфокусировать имея там определенные способы умея прокачивать трек сфокусировать на альбоме сложно но тем не менее пришло время и мы выпустили второй альбом 6 апреля а у нас вышел наш второй альбом который называется в клубе в одного такое достаточно знаковое название для уходящего года который у нас к и все конечно ассоциируется с пандемией потому что да больше больше одного не собираться как но наше творчество наш посыл нашего творчества если сказать в двух словах конечно скажешь но я себя конкретно противопоставляю всему всему плохому потому что в нашем сейчас в нашем творчестве и вообще на арене шоу-бизнеса очень популярная песня развратные песни про запрещенные вещества с переходом шоу-биза и музыки в интернет там где нет практически никакой цензуры то есть люди стали самовыражаться и не всегда в это самовыражение да в лучшую сторону направлено а мы вот стараемся говорить о любви настоящей чистой о семейных ценностях о том что нужно любить одного человека да и что это все возможно что семья это круто в общем мы идем с добром если в двух словах песня в клубе в одного она ни разу она ну знаете если говоря смысле смысле этой песни но песня все понятно она как бы они разделены любви о том как какой-то чувак ходит и скучает по какой-то бабе если так в двух словах вот она не про пандемию конечно но петь про пандемию слушайте надо забыть про нее уже опять еще они из-за смысла все достаточно все же устали уже она много кому под испортила и концертную деятельность и многие вообще люди решились там и бизнесов и всего остального поэтому не хочется даже против говорить честно сказать из этой пандемии извлек только плюсы он написали альбом во первых и во вторых мы его написали мы его выпустили слава богу что мы его не выпустили в тот в то время когда мы хотели потому что мы хотели выпустить его в 23 ноября это практически самый разгар передержали его но получилось написать за это время наверное штук 12 песен помимо альбома еще то есть на полгода вперед нам еще работы у меня на время пандемии только намечался концертный тур только велись переговоры по этому поводу и никаких предоплат никаких точных дат у нас не было и хорошо что этого не было да потому что потом организаторы на нас обижались за какие-то вот финансовые моменты слава богу начнем с музыки музыку пишет мне мой друг василий тихомиров ник у него бас бит мы с ним уже наверное лет 15 вместе дружим общаемся и проходим этот путь бок о бок и еще владислав осетров это парень из крыма молодой талантливый перспективные очень чувак а слова мелодии все я пишу окей расскажу про детский проект который мы запустим ближайшее время по проект называется тетя валя тетя валя это валентина это дочь моя младшая почему тетя валя это отсылка знаете это тоже не просто так помните такая была передача в гостях у сказки и там была валентина леонтьева которая здравствуйте дорогие ребята с вами тетя валя и это мое детство и вот я совершенно недавно вспомнил и посмотрел на ютубе вот про нее какая же она добрая душевная тетенька и я позвал валентина свою говорю валь слушай давай ты будешь тетю валить но буквально два месяца назад мы об этом вообще даже не думали о том что я честно сказать даже был немножко против чтобы дети шли там по моим стопам ну то есть если они захотят если бы они этого хотели вернее если бы они этим горели да как бы дело было бы за малым то есть они даже об этом не думали но буквально недавно я углубился просто в эту тему детского контента и понял что детям у нас не смотреть не слушать нечего потому что дети слушают взрослые песни они да не ну хитовые клёвые зажигательные но там смысловая нагрузка совершенно не детская как сказать я люблю на себя взваливает такое что-то невозможное мы взвалили на себя эту миссию пробовать делать детский контент помимо того что это конечно ну я думаю я не уверен но я думаю что это прибыльно это еще очень благородно писать для детишек это круто и мы делаем детский рэпчик мы сделали несколько песен я написал и позвал дочь у на студию с ней поработать на удивление я записывал много разных работал со многими людьми ну то есть записывал их вокал продюйте как-то за спродюсировал вокал то есть приводит приходит какая-то девушка там тетенька и ты говоришь ей как петь и я могу сказать что с с валентиной это получилось все еще крайне позитивно и быстро то есть мы за три-четыре часа записываем песню она учит мы репетируем естественно я мы саяю сажаю напротив себя говорю интонации и ну и в ближайшее время вы все это увидите все мальчишки в моей школе называют меня валькой эй пацан а ты как я попробуй-ка зачитай-ка эти найки я купила себе сама ну а ты поставь мне лайк и подпишись на канал а пока ты по дому от лего собирал детальки я записывал трек ну а ты ловил печальку не печалься все будет окей я люблю когда у меня дома много детей а я еще пока не умножаю а только прибавляю вычитаю маме маме дом помогаю мою пол цветочки поливаю вот что-то типа такого если касаемо того что сейчас происходит современной российской музыки даже не только современной вообще в мире шоу-бизнеса происходит коллапс происходит перена перенасыщение сейчас большой поток информации то есть в день в день порядка 30 40 тысяч релизов выходит и на этом фоне нужно не потеряться что мне нравится в этом это здоровая конкуренция то есть сейчас если ты действительно делаешь круто то тебя слушают но мало делать круто нужно еще среди вот этого большого потока информации уметь себя преподнести преподать с этим у нас небольшие проблемы потому что работает в основном провокационный контент да ну то есть люди чтобы их слушали чтобы к ним заходили на страничку смотрели следили за ними но идут на всякие такие вещи ну там выкладывают я не знаю своим home видео в интернет либо там свои какие-то фотографии или там снимают stories поп кусочек там попа засветила и ну как то вот но с нами это немножко так не работает но все-таки стараемся идти творчеством и писать клевые хорошие треки ну я не могу сказать что мы там опускаем руки или еще у нас все хорошо в этом плане слава богу есть сейчас возможность монетизировать контент это очень спасает то есть цифровые продажи сильно облегчили жизнь артистам да то есть можно даже грубо говоря не ездить на концерты просто писать музыку выставлять и ее продавать другой вопрос содержание этого контента и качество ну на качество сейчас сильно я никто не заморочен а вот на содержание да также сейчас рулит провокационная составляющая вот именно когда там я не такая как все я не такой вот смысловая нагрузка она уходит на второй план это очень печально потому что ну нет в музыке посыла нет музыки смысла не могу сказать что вовсе очень много появилось очень много талантливых людей очень много клевых ребят которые тоже делают хорошую музыку но они к сожалению надолго не задерживаются на сцене потому что постоянно приходят новые 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 ребята я говорю что еще раз все что сейчас происходит в принципе в общем меня устраивает мне очень нравится это заставляет людей шевелить шевелиться делать круче контент должен становиться круче чтобы тебя слушали вот чем раньше касаемо того что я слушаю сам я слушаю музыку не свою только на тренировках на тренировках я слушаю черный рэпчик такое чтобы раскачивал меня это кенри кламар трэвис скотт у как они у вас нет я не скажу что я слушаю но тимбаллэнда что-то старое стимбаллэнда когда это был старенький тимбаллэнд с миссия лет совместки но это опять это мотивация для тренировок касаемо что я вообще слушаю последнее время я слушаю только свое свою музыку ту которую я ту на которую я пишу почему объясню и просто я не боюсь воспроизвести нечаянно своих песнях что-то вот что я допустим услышал а потом на расы воспроизвел а потом это на что-то похоже да и времени честно говоря нет я просто очень много пишу вот и поэтому я отслушаю в основном минуса участвую в их создании тем или иным образом мы послушали пришли выбрали мелодию сделали минус я сразу себе ее в тачку в телефон в тачку и слушай только ее потому что я на нее пишу написал записал и по новой то есть это вот так происходит знаете в детстве я обожал слушать быть нечестным очень мне нравилось ход мелодии голос все что было бы я не могу сказать что я какой-то музыкальный эстет да что я там слушаю там джаз или называть каких-то людей которых никто не знает да нет я слушал про диджей слушал ведь нечестным в конце концов я слушал сектор газа мальчишник все что все что было тогда все что было популярным то я и слушал но конечно с приходом рэпа на российскую сцену я прошу слушал все что было тогда от децела до легалайза и всех вот этих ребят ну а с того момента когда я понял что я сам могу создавать музыку и читать рэпчик не хуже я уже никого не слушал кроме себя по поводу мата в песнях и мата в общем я скажу так я считаю себя православным верующим человеком для православного человека мат отчего слова мат это идет оскорбление божьей матери знаете и поэтому для меня мат в песнях с определенного времени он не приемлем ругаясь ли я матом в жизни ну конечно я же обычный человек у меня есть такие же слабости я также злюсь я могу вспылить в конце концов я очень пыльчивый сбалну что и все такое и конечно мы иногда я могу выдать но зато пошла за что потом я качественно раскаю что так происходит но я работаю над тем чтобы исключить мат даже из своей обычной речи из своей жизнь из своей жизненных каких-то выражений даже если что-то я ругаюсь придумываю какие-то новые слова которых которых мата нет ну вот это моя позиция по этому поводу по поводу других людей я особо даже осуждать никого не хочу коробит ли меня это но это личное дело каждого каждый отвечает сам за себя и за в принципе за свою жизнь за свое творчество понимаете человеку бог человеку дал талант и как он будет распоряжаться этим талантом это его личное дело куда он его заведет потому что за каждый талант будет потом спрос касаемо моргенштерна слушайте я я не отрицаю его таланта он да он достаточно талантливый человек но как кто он для меня но для меня как для православного человека у которого на лице пентаграмма но он враг по-другому я к нему не отношусь и положительно к нему относиться в принципе не могу и вообще одно дело песни а другое дело личность что ты несешь вообще что ты несешь в эфир да то есть человек может петь одно знаете как в свое время почему я выбрал вообще рэп но рэп направление я слушал рэпчик то но тех годов там у касты например и думал думал как же все круто там живот там про дружбу пацаны вообще ребята братья там все собрались пошли но на итоге когда я к этому стал приближаться к этим людям общаться ну кстати с кастом и дружим очень хорошо вообще когда я начал узнавать поглубже там оказалось нет друзей там нету есть конечно да но друзей вот в таком понятии дружбы для меня немножко другой то есть там также каждый сам за себя каждый вот поэтому для меня вот много значит ну сам что себя из человек представляет то что там он говорит какие песни поют это одно а то что он делает и его поступки это другое фитонуть ну наверное конечно это джакаль хоть он и младше меня и я делал ну делал начал делать песни музыку гораздо раньше чем он он меня вдохновил на вторую волну на вторую волну творчества которая началась шестнадцатом году почему я приостановил свое занятие потому что мне не очень нравилось то что творится по смысловой нагрузке в песнях ну то что это вот наркотики там все такое и я я тут буду со своей любовью людям лезть да и там рассказывать о том кому это думаю надо и у меня как творческая единицу я что же восприимчивый у меня такая несмотря на то что я могу казаться каким-то брутальным грубым внешне у меня очень очень тонкая душевная организация я чувствую чувствую настроение музыку немножко по-другому ну не то что я да любой творческий человек кто творит они но немножко это все чувствует и видит по-другому и этот чувак ну за исключением песни там наркотики секс во всем остальном я только думаю ну как же круто а как же оказывается можно так делать и ну и вот он вдохновил меня на то чтобы делать дальше наверное это наверное это джакалиб из современных молодых артистов ну наверное трамиль я подбираю так больше вот кто по смысловой нагрузке по вот за кем я наблюдаю вот как за поведением там людей вот вот наверное два человека ну из девочек надо наверно кого-нибудь выбрать из девочек было бы круто сделать мы с мэри крамбри лейблы и продюсерские центры это разные немножко понятия это все зависит от того в принципе кто ты если ты сам достаточный артист если ты делаешь все сам ну там у тебя есть своя команда то продюсерский центр тебе не нужен но лейбл лейбл без лейбла я думаю не получится сейчас потому что в таком при таком большом потоке количестве информации можно просто затеряться чем помогает лейбл он размещает твое творчество в каких-то топовых плейлистах там дают баннеры и все такое без лейбла это получить невозможно и чем круче лейбл тем тем лучше у тебя места плейлистах ну естественно творческая составляющая тоже играет в этом большую роль дело в том что ну действительно много хороших артистов и действительно много хороших песен даже если например раньше я ничему практически не удивлялся в плане музыки и в плане авторской составляющей треков то теперь очень много хороших очень много хороших песен в русском в российском шоу-бизнесе и это отрицать это невозможно потому что действительно много крутых талантливых ребят и без лейбла ничего не получится ну конечно есть какие-то определенные индивидуумы да есть там тик ток площадка да всем известная в инстаграме уже не получится ничего выставить потому что инстаграм жутко жмет охват жутко жмет если там не вкладывать деньги в рекламу то при там количестве там в 500 тысяч человек подписчиков у тебя абсолютно никакие охваты тик ток еще все-таки как-то выдает органику и через тик ток еще можно продвинуться но тут помимо песен важно еще визуализация сейчас вообще очень важна визуализация контента мало делать нужно себя показывать нужно что-то и опять же если возвращаемся провокационный контент смотря на что ты готов что ты готов показать привезли на своих своих соцсетях чтобы за тобой смотрели естественно что сейчас очень популярны устраивать какие-то скандалы там все такие подобные вещи приковывать к себе внимание где мы успели побывать за время своего творческого пути первое это был это лейбл жара а потом мы перешли на белив белив это он больше как это не лейбл а как агрегатор площадка у них достаточно хорошие финансовые условия но они не дают никакого промо а без этого сейчас тяжело потом мы были работали с первым музыкальным издательством и в итоге мы перешли на sony music rush и теперь мы очень довольны сотрудничество нам просто не хочу говорить ни о ком плохо и этого как-то некрасиво да будет говорить если я буду рассказывать о том что там с кем как было я лучше скажу хорош я лучше скажу хорошо вот sony music russia нам с нами работает и дает нам столько сколько никто никогда не давал после ну и еще знаете ну как-то вот за время своей жизни я немножко научился разбираться в людях чего я раньше не умел вот и вот именно человеческий фактор на sony нас тоже очень устраивает мы готовы с ними двигаться идти дальше вот честно сказать да я не чувствую себя лидером ну и не не навешиваю на себя вот эти вещи но пока показывает жизнь в своей команде и по жизни так приходится тащить все на себе я я не не вешаю на себя это понятие для того чтобы не возгордиться собой лишнего про себя не думать я у меня помимо музыки вот музыкальной команды своей есть еще бизнес некий которым я занимаюсь который я создал ну это я там руководитель меня есть там в подчинении люди я всегда со всеми общаюсь так вот как бы вот как с собой мне хотелось у меня еще такое знаете мы всегда идем против шерсти такое говорят не работай с родственниками не работай с друзьями я всю жизнь работаю с родственниками с друзьями но у меня получилось создать команду получилось как бы приподняться продвинуться в каком-то получилось заработать скажем так и даже касаемо музыки я не я не могу сказать что мы супер топа тем не менее нас задают вот а это значит уже как на трон не претендуем но вот рядышком можно походить помимо музыки у меня есть строительный бизнес небольшой строительная площадка и если дух не хочу об этом говорить но но у меня есть да потому что как получилось в 2007 году я переехал жить в москву ну уехал как этого не знаю можно сказать покорять москву или что-то вот ну скажем так имея материал на руках мы ходили стучались во все во все двери во все стены но тогда было это все по-другому тогда решала радио решал телевидение были люди которые решали звучишь ты радиостанции или не звучишь и кое-как однажды мы поймали удачу за хвост и опять же не буду конкретизировать какое конкретно радио наша песня зеркала поставить поставили в эфир нашу песню зеркала и мы так радовались да и потом звонит редактор и нашему тогда кори брать кори горе горе продюсеру продюсеру юрий говорит слушай вот пришел на их начальник шоу начальница шла а тут эта песня играет и она говорит снимите ее с эфира она мне сердце разрывает вот и я понял что стучаться тогда в эти двери было бесполезно но я верил в то что мы делаем круто достаточно вообще ну и самокритичный и ну считаю что у меня есть некое чутье в музыке до которого как я пишу если я пишу песню и она получается ну не крутая я могу это оценить и сказать что она не будет ее а если песня крутая я уверен в ней то я буду за это топить до конца но доказывать ходить самому вот ребят возьмите это моя песня она крутая пожалуйста поставьте ну как-то не круто не камильфо и тут появилась совершенно уникальная возможность продвигаться через интернет спустя там 10 лет уже не решала вот этот вот кучка людей да решал народ действительно если ты запускаешь чуть там пропушил песню и она пошла в народ народу нравится вот и тут ты же получаешь моментальный фидбэк в виде ком в виде комментов то есть люди те сами скажут клёвые тебе песни или дерьмо да это нужно может просто судить по по комментариям я когда придумывал свое вот это дело тоже абсолютно совершенно с ямы там с кредитов со всеми со всеми делами я чуть отодвинулся от музыки ну то есть не стал уделять есть столько много времени но не бросал не бросал все время писал записывал но я уперся в то чтобы мне заработать денег заработать капитал для того чтобы потом самому в себя взять и положить никого не слушать никому не быть должен собрать своих ребят которые вокруг ну которые только также хотят также горят ну и вот так получилось с того времени как мы начали сами себя вкладывать все пошло совсем по-другому соцсети в соцсетях мы есть везде инстаграм тик ток вк сообщества даже появилась такая недавно сеть это аналог тик тока триллер но пока что я там но не вижу что там какого-то у нас актива в соцсетях пишут очень много развернутых писем в директ знаете по поводу но у нас творчество же немножко не такое что там два притопа три прихлопа все-таки я стараюсь какую-то тему раскрыть в песне дам чуть глубже копнуть как я говорю стараясь не нагружать сильно потому что сейчас никто не любит что их нагружают стараясь попроще ну вот ну вот самое сердце и столько люди пишет хорошего нам помогла там вот мы слушая твою песню вот мне парень сделал предложение там и вот мы теперь вместе столько лет и постоянно слушаем или там чувак ты мне помог вот пережить или там чувак это вот это я и он мне нравится что очень много людей находят себя в наших песнях это знаете все-таки свое творчество я и вообще свой творческий путь он очень сложный у нас мы работаем мы очень много работаем и на нас сейчас небо не падает я просто не углубляюсь но пришлось нам нам проделать очень большой творческий путь очень много работы над этим над всем нам все подостаётся с трудом и знаете я все-таки у меня особый месседж я держу держу себя ставлю себя в противовес всему дерьму который творится сейчас и этот путь он сложнее потому что идти творчеством это не то что эти хайпом это немного другой путь я провожу больше всего времени в тик токе но он мне вообще не нравится собственно говоря поэтому потому что ты горы взял открыл и не заметил как три часа прошло вау но что делать это это реалии совершен современной жизни но какие бы ни были реалии нужно ограничивать себя нужно нужно знать нужно понимать что происходит но залипать там это же потом голова просто перестает работать больше 8 секунд ты нигде не концентрируешься на чем раз-раз-раз пошел и в чем ведь у тик тока у него почему его так смотришь у него нет начала и нет конца то есть у есть если есть фильм если есть клип у которого есть сначала есть конец то в ленте тик тока нет конца ты все время и смотришь смотришь и смотришь чем он хорош тем что там пока еще работает органика ну то есть если это действительно тебя смотрят то бах тут же просмотры лайки все но это пока еще я уверен что это как и везде дадут раскрутиться а потом будут поджимать охвата ну еще конечно же я отмечу социальную сеть вконтакте потому что у нас там больше всего слушают вот ну и музыку да слушаю музыку там про тик ток дома я я не могу сказать что это наш отношусь к этому отрицательно или я просто об этом не сильно не сильно много знаю но если в двух словах там где собирается определенная группа ребят которые снимают и выкладывают свои тик токи но я так понимаю что это больше как бизнес проект все таки да и там ребята зарабатывают но но в основном наверное не ребята зарабатывают а на ребятах зарабатывают но они популяризировать популяризируют эту соцсеть они в принципе задают и ритм и темп и сейчас ведь очень много музыкантов которые двигают свои треки через тик ток да оплачивают там определенным блогерам чтобы они тик ток тик токером чтобы они покривлялись под их песню ну или там станцевали что-то сделали и чтобы это там залетает и соответственно из тик тока неплохая идет конверсия на на стримы ну и поэтому все типа артисты ничего про это плохое не могут сказать в том числе и касаемо того что учиться или не учиться наверное здесь родители играют роль большую если ты человеку объяснишь конечно они популяризируют то что блин зачем вот можно же покривляться и и быть при этом с деньгами но их сколько их этих детей которые сидят в тик ток домах а сколько вообще детей по по всей стране там по всему миру у кого-то получается но это единица человек потратить можно все свою жизнь все свободное время поэтому конечно же родителям нужно обратить на это внимание свое где и как залипает твой ребенок если твоему ребенку действительно интересен тик ток и он залипает снимает ролики нравится ему то есть горит этим это можно обернуть свою сторону сказать так чувак вот тебе книжка прочитай 50 страниц иди снимай свой тик ток все это до этого это лучше любая мотивация лучшая вернее мотивация для любого ребенка да он пошел поснимал через час тик ток но он прочитал 50 страниц ну все таки люди мы существа тактильные и книжка в чем даже вот поток информации из книжки и поток информации из гаджета это совершенно разная ус усвояемость для мозга ты читаешь книжку что-то ты раз что-то упустил перелистал назад пощупал эта информация усваивается а вот это вот тоже не усваивается тогда да поток информации большой дат есть и много полезной информации но процент ее усваиваемости вообще мало по сравнению наверное с топовыми ребятами у меня минимальное количество хейтеров я конечно время от времени огребаю какого-то дерьма нос и его очень мало как я на это реагирую понимаете я немножко все-таки такой олдскульный чувак и вообще очень так реагирую когда какие-то идут даже ладно не мои какие-то оскорбления в адрес моей семьи или еще что-то я не знаю вот в моменте я конечно готов на многое но потом успокаиваюсь но со временем это все-таки более ровно отношусь к этому ко всему и стараюсь не реагировать особенно это мне жена моя говорит ну ты что ты зачем ты зачем ты как иногда я могу даже что-то ответить когда ну знаете например даже нет ответить я не отвечал никому но хотел например пускай песню заходит пишет а там песни дерьмо туда-сюда и я захожу на страницу к этому чуваку а этот чувак тоже сам пишет песни и я просто посмотрю что он пишет как он выглядит и такой думает блин да ладно что-то пожалеть тебя только можно писать это тебе еще в основном конечно пишут дерьмо те кто делает а те кто слушать ну ничего плохого не пишет но мы стараемся слушайте я стараюсь правда для стараюсь не выпускать проходных треков вообще стараюсь писать вот тут самый самый сок самая самый жир такой выпускать но опять же это же все-таки мое субъективное мнение и например когда песня не заходит я это воспринимаю как личное потому что я сижу дома блин ну походу мою я чуйку уже потерял что-то я уже не то делаю ну вот как-то но в этом во всем когда я поварюсь вот в себе я обязательно потом чего-нибудь хорошее очень выдуман да то есть наверное сомневаться на себе нужно всегда постоянно это помогает развиваться творчество слушайте я без вредных привычек вообще вот как бы это не звучало да как как это неправдиво но в моей жизни нет ни алкоголя ни сигареты ни наркоты вообще ничего я но алкоголя нет порядка десяти лет но я раньше конечно газовал а сейчас нет ну сейчас опять сейчас это уже лет десять наверно происходит получается у меня находить как-то расслабление морально-физическую разгрузку в спорте я хожу в спортзал другой день я хожу на кикбоксинг это очень помогает ведь когда в тебе накапливается столько энергии что-то всего ты пришел с мужиками в стол получил по роже сам по роже надавал и такой выброс адреналина происходит и вот это состояние после тренировки ты идешь это такой кайф она же ни с чем не сравнится ни с каким там не алкогольными наркотическими опьянения ну как то вот так я нашел для себя вот в этом во всем выход из ситуации ну и плюс я общаюсь каждый день практически от и до от от самого утра до вечера и общаюсь с людьми с которыми работаю но я не могу позволить себе дышать на них перегаром там или там появляться в каком-то таком неподобающем виде просто иначе кто тогда меня будет слушать про политику знаете мне недавно попался комик такой я не помню кто но он разговаривал о том что рассказывал про навального о том что гордо навальный молодец он же делает так играть да это я подумал да навальный делает так он молодец а потом да ну что-то непонятно его же проплачивает американцы я сижу думаю да его же проплачено и я как-то вот примерно к этому так отношусь я ну конечно же я смотрю слежу за этим за всем но чем больше я вот получаю такой информации тем больше у меня вопросов внутри возникает я понял то что есть просто не обладаю достаточной информации для анализа этой ситуации потому что составлять свое мнение о том что происходит со слов кого-то но я не могу это неправильно жизнь жизнь же как показывает жизнь это неправильно нужно как бы как минимум выслушать две стороны да и и как минимум понимать о чем идет речь если касаемо именно моего благосостояния моей жизни ну она со временем становится только лучше да я не могу сказать что я стал беднее или что я меньше зарабатываю ну я просто больше работаю больше зарабатываю да нам нам свой проект детский проект помимо детского проекта мы сейчас еще взяли на себя пишем материал для вики макарской и еще свое вот это вот свое дело свою работу то есть работа нон-стоп она приносит результат определенный приносит свои плоды конечно многие люди они наверное от кого-то больше чего-то ждут там большой зарплаты наверно или там кто-то им что-то даст но в целом конечно много вопросов много вопросов есть на моменты мне не нравится я смотрю как теми же там врачи зарплата врачей должна думал быть гораздо больше чем они получают но в любом случае я не буду не буду забегать не буду перегибать вернее палку но человек ну хотя бы сотка у него должна быть в любом случае на сотку можно вот это или на сотку даже сверхъестественно все ничего не позволишь ты хотя бы можешь просто кушать там заходить магазин не посмотреть там на цены продуктов и все но не более того но хотя бы сотку человек должен зарабатывать ну и бюджетникам таким как учителям наверное не правоохранительным органам конечно тут понятно что и все нормально оплачивает а учителям там пожарным врачам все кто нас учат наших детей все кто следит за нашим здоровьем но должны наверное получать достойную зарплату ну как минимум а все что вот это вот внешняя политика ну вот не хотелось бы войны еще очень не хотелось бы войны вот это раздули с украиной всю эту историю я вот настоящее здравомыслящий человек нужно понимать ну как как мы можем вообще воевать с украин что об этом такие же ребята как и мы абсолютно у меня там родственники братья сестры живут и как вообще можно вот настолько настроить народ а ведь друг против друга но я думаю что народ в своей общей массе они понимают что это ну что это все нездоровая история и я очень надеюсь я очень верю и надеюсь на то что никакой войны с украины у нас не будет и не произойдет но это вот те темы которые я были меня которыми я интересуюсь и в остальное просто все внешне и внутреннюю политику кто там кого я не лезу ведь еще насколько здорово на наше общество кого мы воспитали да если люди сидят на своих местах и идут туда там чтобы воровать грабить или там но обманывать но это тут наверное не от президента зависит все-таки общество да это касаемо того даже если перенести это проецировать на музыку то посмотреть просто топа в топ-чартах что там происходит да что там замысловая нагрузка смысловая нагрузка еще при том что топ-чарты формируют в основном дети вот поэтому можно понять насколько наше общество сейчас здорово и нас на что нужно действительно обратить внимание сейчас касаемо веры как я к этому пришел но началось с того с того что пришла к этому мама и с детства мы ходили все время в храм по воскресеньям но сам я это осознал в это углубился уже будучи достаточно взрослым человеком но я не могу сказать что я прям вот верующий как монах например нет но определенные моменты конечно я для себя выяснил просто моей жизни происходили события после которых я не сомневаюсь абсолютно в этом во всем я чувствовал данным событий такие мистического характера вот это лично просто я не буду рассказывать об этом подробно но я ощущал это все физически на себе и я обращался за в тот момент за помощью богу мысленная бог помог мне проявлял проводил аналогию событий в жизни например если я делаю так так то в итоге у меня получается там так то так то а если я сделаю по-другому ну если на музыке сказать раньше я тоже писал такой рэпчик и где использовал также также груга с матом также писал там про курива там про алкоголь про все такое и у меня ничего не получалось нас вообще никто не замечал но с того момента как я переосмыслил свою творческую деятельность и стал писать про семью про то как я люблю жену про то как какие-то замечательные дети все момент перевернулся пошло по-другому я счастливый семейный человек если совсем коротко ну знаете как нужно понимать для того чтобы осознать что всегда найдется кто-то моложе кто-то красивее кто-то интереснее всегда этому 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 это это будет всегда и этому нет конца и предела каждый раз растут новые девушки появляются но в том-то и смысл жизни как-то знаете разбирать это поэтапно то конечно же на первом этапе любовь она такая слепая страсть и такая привязанность какая-то физическая ну и длится это например там год-два-три потом на следующем этапе семейный парк как бы в основном ну что-то начинается бытовуха надедают друг другу начинается труд в этот момент тут нужно прикладывать усилия потому что же любовь это как и все остальное оно требует подпитки требует пищи это должны поцелуйчики обнимашечки вместо время совместно совместное времяпрепровождение терпеть нужно уважать нужно а сейчас воспит воспитание немножко другое у людей и они своим нетерпением своим думают что вот должно всегда быть как сказки да не всегда как сказки оно как сказки будет всегда чуть попозже потому что когда ты проходишь этап перебарываешь эту бытовуху проходишь через какие-то трудности потом в жизни наступает этап когда трудности конечно никому этого не желаю но и у нас это было вот но с помощью опять же следующий этап в общем наступает такая такое понятие есть как крестьянская любовь она знаете как она это это немножко ощущение она больше чем просто страсть это тогда когда ты например не может даже чат без человека может какой-то как ты все время скучаешь как нуждаешься в человеке и но и тут как-то не объяснить словами вот она у нас сейчас такой этап но наверное это все-таки больше заслуг жены в этом во всем чем моя потому что знаете есть такая такая мысль что идеальных людей не существует да я в этом плане абсолютно такой счастливый человек потому что у меня идеальная жена во всем ну либо я ее такой для себя вижу но для меня я не говорю для всех для меня она знаете она она меня поддерживает всегда то есть если я где-то я же могу быть разным абсолютно и где-то я могу там приумныть или еще что-то но не всегда поди если бы не она даже так скажу я бы наверное бросил бы давно уже все потому что она мне горит ты у меня самый красивый ты у меня самый талантливый давай делай как это это всегда на мотивирует ради нее ради ради семьи потому что у нас достаточно сложный путь правда потому что мы я говорю мы идем в эту сферу мы идем с добром с добром как говорится всегда эти тяжелее мы 13 лет вместе у нас пока двое детей мальчик и девочка от валентина тетя валя которую мы скоро запустим в космос очень надеемся за очень за это за все переживаем как она будет воспринимать но тетя валя конечно у нас что называется зубы-губы говорят блогер от рождения может просто взять камеру болтать я вот я как если касаемо меня я не могу я сижу что-то по делу сказал а чтобы застрять на себе внимание вот у меня так не получается она вот так вот поставить камеру и давай давай чесать языком просто без остановки это тоже не не у всех не у всех получается если пару слов сказать о сыне сына зовут сергей он у меня спортсмен красавчик и такой настоящий четкий мужик по сравнению как я я вообще не знаю это я ему всегда говорю сынок я говорю ты говорю у меня лучше чем я я вообще не такой как ты то он даже когда у него проверяешь уроки то он опять же этим не я занимаюсь потому что мне сейчас сказать самому надо школу идти чтобы за нас чтобы проверять уроки а когда например жена хочет что-то прийти он оскорбляется то есть он где ты че мне не веришь что это я сделал все и он очень хорошо учится сам занимается спортом такой упертый всегда знает где все лежит всегда чистый с уголочки одет и несмотря на то что у него там небольшой гардероб но он всегда чисто если сравнивать с валентиной так конечно то есть то что если девушка за собой ухаживает и она при этом хорошо выглядит конечно же это и обязанность но девушка обязана просто хорошо выглядеть касаемо тюнинга но во всем наверно должна быть мера просто дело в том что многие пользуются этим знаете как как больше что такое стадное какое-то чувство так все сделали губы я пошла сделать губы все сделали там закачали скулы и даже неважно идет тебе потому что же есть ну во первых не каждая не каждая процедура подходит на данное как бы лицо строя строение лица понятно что ты идешь косметологу косметолог хочет заработать он тебе сделает все что ты все что ты скажешь заколит тебя гилауронкой да и но но здесь же нужно в этой теме разбираться более глубже ведь есть же нужно подходить по типу старения то есть у людей у разного разного лица есть разный тип старения и кому-то подходит а кому-то не подходит потому что если ну там перекачать себя там филерами тканями вот он начинает опускаться и все это висеть некрасиво потом они конечно же становится немножко все одинаковы да вот это треугольное лицо теряется естественная красота и ну тут же нужно понимать что помимо того что ты должен быть красивый снаружи ты же еще должен быть и красивый внутри быть как сказать все хорошо в меру нужно знать что ты делаешь если ты что-то делаешь со своим лицом это первое лицо должен понимать что ты с ним делаешь и что всему есть предел есть предел на инъекции да сколько можно там делать также от начиная там от этого ботокса и заканчивая там всеми шлифовками и все такое в общем девочки будьте красивы естественно не не борщите в общем это некрасиво просто я не скажу что деньги для меня главное в жизни ну деньги деньги не главное для меня в жизни но конечно же деньги украшают нашу жизнь и дают тебе возможности начиная от путешествования до того чтобы хорошо выглядеть двигаться на нормальной хорошей там тачки и все такое деньги нужно уметь зарабатывать деньги нужно уметь тратить но любить деньги да и делать все ради денег немножко это то есть не на не на все нужно идти ради денег если говорить о каких-то суммах и говорить обо мне конкретно да я зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц 20 тысяч рублей в месяц 5 миллионов месяц понимаете и в холодильнике у меня примерно в одном и том же состоянии независимо там от моей зарплаты потому что я стараюсь себя держать всегда голодным во всех направлениях в еде в музыке потому что я считаю что развиваться может только голодный человек сытый человек останавливается в развитии и стараясь я себя не балует ну я люблю ну вот ну хорошую тачку да я себе возьму ну там опять же как какую-то если касаемо шмота да то ну с ума не схожу я я смотрю что идет что действительно красиво но никогда я не куплю там какую-то вещь потому что это бренд да я должен заплатить за бренд чтобы он на мне висел и что это бессмысленно честно у нас мы женой очень много помогаем людям просто раздаем деньги но адресно да то есть у нас я не то что там мы прям всем направо налево но есть у нас люди вокруг которые нуждаются нежели чем купить себе там за 200 рублей какую-то безделушку я лучше дам человек на операцию там еще что-то вот как-то так ну вот у меня восемьдесят две тысячи за последний месяц я потратил денег в карту за апрель но опять же это с карты я в основном заправляю машину вот я честно я не знаю сколько я трачу просто ну сейчас я в том как бы нахожусь в том положении что я не знаю сколько я трачу ну трачу ну наверное 1200 у меня уходит на все про все там но опять же это касаемо там тренировки спорта и и вот вот все такое еще конечно же если прибавить тому что мы строим дом еще один-второй то ну то это конечно увеличится в несколько раз ну на что я могу потратить заправить машину зайти куда-нибудь поесть и особо все что там сказать что я там разбрасываюсь куда-то деньгами ну нет такого нет больше всего бесит когда люди за рулем тупят потому что я все время куда-то тороплюсь и люди вот иногда бывают нерасторопные но я над этим работаю то есть я не должен раздражаться бесит когда песни не попадает в топ-чарт а это вообще дома такой но иногда тебя тоже работа бесит раздражает меня еще помимо того ну наверное когда я проигрываю в спарринге на тренировках тоже мне не очень нравится да я стараюсь как говорится вернуть сильнее я не профессиональный боец но подраться люблю мне нравится очень когда у меня мурашки от музыки когда я прихожу на студию а вася ставит музыку а у меня так вот волосы становятся тылым я такой понимаю вау вот это круто вот это вот вот сейчас я напишу и это происходит редко ну потому что много но но происходит и это мне вот очень нравится мне нравятся крутые тачки как наверное любому пацану что мне еще нравится ну и мне нравится когда треки заходят в топ-чарт я за это за это время я сижу прав такой радостный и у меня да я в хорошем настроении могу буквально целую неделю ну через десять лет я вижу что у меня будет еще двое детей хотелось бы пока этим которым уже есть все-таки через 10 лет хочется себя видеть уже более спокойным человеком да и наверное достигшим уже того к чему иду насладившись да не насладившись она и наевшись досы тем что происходит и просто уже кайфовать от того чего происходит да не рваться так все время как мы все время это делаем поспокойнее наверное так итак друзья ближайшее время 23 апреля в москве глав клабе у нас будет наш надеюсь большой сольный концерт на котором будет презентация нового альбома и прозвучат уже давно полюбившиеся вам песни приходите обязательно попоем вместе по творческим планам мы планируем выпустить новый трек с викой макарской совместной но в основном это ее песня я там немножко куплет песен про самое дорогое что в жизни есть человек и песни про маму называется мама ну и песню я написал она исполнила также в дальнейшем мы планируем каждый месяц выпускать по одному треку то есть выпускать треки по синглов сейчас альбом соль альбом у нас есть и чтобы не было простое каждый месяц будем выпускать для вас новую песню самое главное в жизни это любовь любовь спасет мир любовь это знаете если ты научишься любить все это будешь совершенным человеком а